Жители американского города Парадайс восстанавливают свои дома спустя 5 лет после масштабных лесных пожаров. Тогда огонь практически уничтожил город, но не все спешат возвращаться обратно. Между тем, жители Пакистана и Индии страдают от токсичного смога. Подробнее в материале о селе Абдакалыковой. Это калифорнийский город Парадайс. В 2018 году он был практически уничтожен лесными пожарами. Тогда погибли 85 человек, разрушены тысячи домов. Сегодня о трагедии здесь почти ничего не напоминает. Пострадавшие районы активно застраиваются новыми домами. Из 26 тысяч жителей, проживавших когда-то в городе, назад вернулись всего 9 тысяч. Многие до сих пор не могут приобрести недвижимость, жить приходится в домах на колесах. Мы не могли себе позволить вернуться туда. Это слишком дорого для нас. Мы потеряли почти все в том страшном пожаре. Жители пакистанского Лахора страдают от едкого смога, окутавшего город. Он не проходит уже несколько недель. Индекс качества воздуха в столице Пакистана почти втрое превышает допустимую норму и является опасным для людей с острыми респираторными заболеваниями. Лахор продолжает занимать первое место среди городов с самым грязным воздухом в мире. Мы чувствуем это физически, потому что у всех, кто занимается спортом на улице, болит горло, и они плохо себя чувствуют. Я ежедневно прохожу до 7 километров в день и тоже заметил ухудшение своего состояния. Раньше у меня никогда не было проблем со здоровьем. Это происходит, потому что воздух слишком грязный. Аналогичная ситуация сложилась и в соседней Индии. И там густой смог мешает туризму. Почти не виден знаменитый Тадж-Махал, что стало неприятной неожиданностью для сотен путешественников. Очень густой смог, сильнее, чем мы могли ожидать. Мы приехали посмотреть на Тадж-Махал издалека, но, к сожалению, ситуация здесь плохая. Смог портит все впечатление о поездке и влияет на наше здоровье. Пазар! Памус на пазар! Памус на пазар! Жители Акапулька, пострадавшего от сильного урагана Отис, вышли на улицы. Большинство из них – владельцы отелей и баз отдыха, чей бизнес пострадал в результате стихии. Предприниматели требуют от властей финансовой помощи. Отмечу, жертвами стихии стали по меньшей мере 47 человек. Десятки пропали без вести. В городе больше недели царит хаос. Не работают системы водоснабжения, возникают перебои с электричеством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...